Замысел вседержителя Замысел вседержителя Оформление книги «Обложка» – это не самое главное достоинство у любой книги. Поэтому позвольте мне рассказать вам немного о ее содержании. Книга эта посвящена одному из самых сложных и интересных вопросов в христианском богословии. Это вопрос о взаимоотношении Божьей и человеческой воли. Или то же самое можно сказать другими словами – вопрос о взаимоотношении предопределения и свободы воли. Этот вопрос волновал очень многие умы на протяжении всех веков. И споры на эту тему начались даже не в христианстве, они начались еще в дохристианском иудаизме. На основании Ветхого Завета, еще до Христа и апостолов, в иудаизме уже ходили споры и рассуждения на тему того, до каких же пор простирается Божье предопределение или каковы границы у человеческой свободы. О чем же моя книга? Я начинаю книгу как раз с рассмотрения истории вопроса, начиная от дохристианского иудаизма и затем по периодам церковной истории, когда этот спор с особой яркостью, с особой силой возобновлялся. Было несколько таких периодов. Наиболее заметные – это Августин и Пелагианский спор и также период Реформации. Так вот, по вот этим периодам, до Августина, Августин, Средневековье, до Реформации, Реформация и послереформационный период, я достаточно подробно рассматриваю историю вопроса с цитатами из источников. Дело в том, что русскому читателю недоступны очень многое, очень многие источники, очень многое литература на эту тему. Во-первых, на русском языке очень мало, а во-вторых, то, что есть, вам пришлось бы собирать по очень многим библиотекам. Но вот эту работу за вас уже сделали для того, чтобы вам удобнее было этим пользоваться. Истории вопроса я посвятил около 150 страниц вот в этом новом издании книги. Здесь большое количество цитат из источников. Прямые цитаты приводятся, ссылки на научную литературу, которая анализирует разные взгляды и так далее. Специально для того, чтобы вы могли познакомиться со всем многообразием, со всей палитрой мнений на тему предопределения и свободной воли. Затем я перехожу к рассмотрению других аспектов этого вопроса. Ну, например, систематическое учение в Библии на тему Божьей воли. О каких видах Божьей воли говорит Библия? Воля промышляющая, воля предписывающая. Что такое проведение? Или, иными словами, как Бог действует в человеческой истории для осуществления своего плана? Вот это вот все анализируется на основании разных текстов Священного Писания. Следующая, третья глава переходит к вопросу вечность и предопределения. То есть, если Бог – существо вечное и существует, как кажется, вне времени, то можно ли вообще говорить о предопределении или послеопределении? Ведь Бог вне времени. На самом деле, это отнюдь не такой простой вопрос, как кажется. И вот это вот тоже рассматривается подробно в отдельной главе книги. Следующая глава анализирует предопределение и предузнание. Действительно ли, если Бог предузнал наперед, то это исключает его решение? Или, наоборот, не исключает, что обозначает слово предузнание и как это соотносится с предопределением? В общем, подробно анализируется Римлянам 8 глава 29-30 стихи. Затем дается обзор ветхозаветных терминов, обозначающих Божью волю. И еще в одной главе рассматривается ветхозаветный пример Божьего действия в истории. На примере выхода израильтян из Египта рассматривается, какие средства Бог использовал для того, чтобы осуществить свое намерение, свой замысел. Затем глава посвящена новозаветным терминам, обозначающим Божью волю. И в отдельной главе рассматривается новозаветный пример Божьего проведения. На примере жизни апостола Павла показано, какие средства Бог использовал для того, чтобы осуществить свой замысел в жизни апостола Павла. Таким образом, вы видите, что вот эта вот книга, замысел содержителя, она рассматривает вопрос о предопределении человеческой воли многогранно, с разных сторон, разные-разные грани этого вопроса рассматриваются, анализируются. Далее, я думаю, что вам было бы интересно узнать, каков характер этой книги. Дело в том, что, когда мы говорим о предопределении и человеческой воле, эта тема вызывает так много дебатов, она задевает за живое, что вы наверняка уже сталкивались с тем, что дискуссии на эту тему часто ведутся с пеной у рта, так сказать, неэтично, неконструктивно. Вот, и даже если вы возьмете многие книги на эту тему, то очень часто вы увидите, что авторы просто пытаются какую-то одну позицию защитить, отстоять, а всех, кто придерживается каких-то других взглядов, они не просто с ними дискутируют, но они буквально пытаются их потопить, полить грязью, назвать их прямо или косвенно идиотами, которые вообще ничего не понимают и так далее. Так вот, в этой книге вы найдете совершенно другой подход. Подход этой книги – это не стремление потопить всех, обозваться и назвать всех ничего не понимающими. Подход этой книги действительно научный и аналитический. Здесь вы найдете конструктивную дискуссию, уважительное изложение разных точек зрения, анализ действительно сильных сторон с наиболее лучшей и выгодной стороны, анализ разных позиций, но также и их конструктивная, уважительная критика с разбором слабых каких-то мест. Вот, и все это написано простым человеческим языком, так что любой читатель, даже не очень подготовленный, сможет во всем этом разобраться. Какова главная мысль этой книги? Главная мысль заключается в следующем. Еще раз, Библия очень много говорит о предопределении, очень часто, очень многие термины используются и в Ветхом, и в Новом Завете, очень много текстов говорит об этом, поэтому избежать этого термина никак невозможно с точки зрения библейского богословия. Но как же это согласуется с человеческой свободой воли? Так вот, главный тезис этой книги «Замысел содержителя» заключается в следующем. Бог предопределил не только конечные результаты, но и средства, ведущие к достижению этих результатов. И среди этих средств, ведущих к достижению установленного Богом плана, находится человеческая свободная воля. Бог иногда обращается к человеку напрямую, к тем или иным людям, побуждая их выполнять какие-то вещи. Иногда он воздействует на человеческую волю косвенно, через обстоятельства и так далее и тому подобное. Вот таким образом человеческая воля находится среди средств, которыми располагает Божье проведение для того, чтобы осуществился Божий замысел, который открыт нам в Библии, в книге Откровения, вплоть до конца времен. И вот когда мы видим, смотрим на этот вопрос с такой стороны, то нам удается совместить и Божье предопределение, и человеческую свободу выбора, или человеческую волю. Но даже если вы не согласитесь с какими-то моими выводами, с какими-то аргументами этой книги, в любом случае она содержит огромное количество информации, аргументации и анализа, который будет вам очень полезен для того, чтобы подробно ознакомиться с этой сложной темой предопределения и свободная воля. Ну и в заключении такой вопрос. Почему именно эта книга, а не какая-то другая? Сейчас даже на русском языке уже можно найти определенный выбор литературы на эту тему. Так вот, вы имеете право знать, почему вот эта книга, а не другая. Здесь самым лучшим ответом, наверное, будет прочитать отзывы с задней обложки. Это отзывы людей, которые сами являются также богословами, пасторами, проповедниками, которые известны в христианском мире и которые действительно разбираются в толковании Священного Писания. И пусть не я сам, но устами других людей прозвучит рекомендация в адрес этой книги. К примеру, известный пастор и учитель Алексей Алексеевич Коломийцев пишет об этой книге такой отзыв. По уровню информативности, масштабности и глубине исследования книга, безусловно, лучшее произведение, написанное на эту тему на русском языке. Ну, может быть, я не подпишусь под словом «лучшее произведение», но я в любом случае благодарен Алексею Алексеевичу за такой позитивный отзыв и за такую хорошую рекомендацию в адрес моей книги. Евгений Бахмутский, известный российский пастор, охарактеризовал эту книгу следующим образом. Прекрасное богословское исследование актуального вопроса с хорошими практическими выводами. Еще один человек, хороший мой друг, Игорь Шайфулин, который является преподавателем систематического богословия. Он специализируется на преподавании систематического богословия в семинарии, в Новосибирской библейской богословской семинарии. Он пишет, что когда брал в руки эту книгу, он думал о том, что его будет трудно чем-то заинтересовать. Но затем он говорит, могу с уверенностью сказать, интересно, и при том очень основательно. У вас могут быть разные богословские предпочтения, вы можете в чем-то не согласиться с автором, но отказать ему в глубине рассмотрения темы вы не вправе. Спасибо большое Игорю за такую позитивную оценку. Действительно, я не ожидаю, что каждый читатель должен непримерно согласиться со мной во всех доводах, во всех позициях. Эта книга – это не столько полемика, которая стремится всех других очернить и вот только одну позицию утвердить. Это исследование и это приглашение к размышлению. Поэтому я полностью поддерживаю то, что Игорь сказал. Вы можете не согласиться с автором, но эта книга содержит большое количество информации, которую вам будет полезно проработать. Ну и, наконец, Павел Тагобицкий, тоже хороший мой друг, очень благочестивый служитель, который является и пастором, и одновременно проректором Новосибирской богословской семинарии. Он написал следующий отзыв. Любить Бога – это, помимо прочего, постоянно размышлять о Нем, стараться полнее осознать Его дела. Это хорошо делать вместе с другими христианами, любящими Бога и ищущими понимание. Труд Алексея Прокопенко здесь особенно ценен. Автор знакомит нас и с размышлениями о Божьем замысле на протяжении истории Церкви и делится своими собственными поисками истины. Действительно, эта книга – это приглашение к размышлению и к поиску истины вместе. Вместе со мной, с автором этой книги, вместе с множеством других людей, которые цитируются в этой книге. Давайте вместе размышлять над этой гранью, очень важной гранью библейского богословия – это учение о Божьем промысле, о Его воле и о человеческой свободе выбора. Да благословит вас Господь! Я надеюсь, что эта книга принесет вам пользу и благословение. Продолжение следует... Продолжение следует...